Жук-олень, самарские частушки, резное дерево и, конечно, сладости. Самарцы везут в качестве сувениров в другие города. Мне, например, очень понравился сладкий набор, потому что, ну, всегда, вот с детства помню, что когда куда-то едешь, всегда говорили, что ты из Самары, значит, ты из сладкой столицы, третьей столицы России. Мне кажется, это было бы очень интересно. Несколько предпринимателей представили пассажирам свои изделия, чтобы те проголосовали за то, что больше понравится. А выбор действительно есть из чего. Немаловажно, что продукция эта производится именно в Самаре. Я даже очень удивлен тому разнообразию сувенирной продукции, которую я сам первый раз вижу именно в таком большом объеме. И очень удивлен тому, сколько людей этим занимаются. И сама по себе идея, которая сегодня притворяется в жизни, она интересна. Она, прежде всего, будет распространять бренд города через сувениры на достаточно большие просторы России через поезда. Сегодня выставка-ярмарка «Выбирай свое» проходит не только в Самаре. В Уфе, Саратове, Казани и других центрах пассажиры выбирают те сувениры, которые характеризуют их край. В России в последнее время популярный тренд развивать бренд. И книги есть, и тарелочки, и закладочки и прочее. Вот каждый потребитель найдет, что ему купить. И не очень дорогой, и хорошие подарочные фолианты и прочее. И самое важное, что они здесь изготавливаются, здесь и сейчас. Сегодня как раз представлены очень креативные сувенирщики, очень креативные ребята, которые делают интересные вещи. Сама история Самары, история области, история природы, какие-то там легенды, все это дает огромную почву. Товары, получившие наибольшее количество голосов, станут традиционными для реализации в поездах дальнего следования. Марьяна Мирная, Василий Колгашов, События.